Продолжая совещание радиостанции Вести плюс Луганск, телеканал Луганск-24, в эфире телерадио-марафон «Здесь и сейчас» в студии ведущий Ярослав Заметта. Ну а у нас в гостях Максим Николаевич Рубанов, старший преподаватель кафедры менеджмента и экономической безопасности Далевского университета. Добрый день. Добрый день. А также Валентина Дмитриевна Гордиенко, доцент, кандидат экономических наук кафедры менеджмента и экономической безопасности Далевского университета. Добрый день. Добрый день. Чуть-чуть ближе к микрофону или чуть-чуть громче. Что ж, сегодня отмечается День менеджера. И, собственно говоря, направление подготовки вашей кафедры – это именно менеджмент. Чем сегодня занимаются менеджеры и каких специалистов в каких отраслях вы готовите? Ну, я бы хотел, в первую очередь, пользуясь моментом, обратиться к руководству нашей республики, к руководителям наших государственных учреждений, коммерческих организаций, поздравить их с Днем управленческого работника, пожелать успехов в работе, творческих достижений. И, конечно, хотелось бы помнить, что именно от тех решений, которые принимают наше руководство, руководители государственных учреждений, коммерческих организаций, зависит будущее нашей республики. Что касается нашей кафедры, кафедры менеджмента и экономической безопасности, то это одна из ведущих кафедр Института управления и государственной службы Далевского университета. Наша кафедра готовит менеджера, формируя у выпускников теоретические знания и практические навыки в сфере управления. То есть менеджер — это человек, который составляет планы экономического развития, устанавливает связи с деловыми партнерами, занимается технической подготовкой и организацией производства, руководит корпоративными финансами, организует коммерческие расчеты и принимает управленческие решения фактически по всем ключевым вопросам, касающимся текущей деятельности либо государственного учреждения, либо коммерческой организации. Собственно, организации коммерческие занимаются разными вещами. От сталилитейного комбината, до булочной пекарни. И, я так понимаю, специфика производства все равно должна влиять как-то на... Безусловно, безусловно. Без понимания процесса производства, технологии производства, наверное, невозможно должным образом организовать производственный процесс. Но есть некоторые общие принципы, которые мы рассказываем студентам, обучающимся на нашей кафедре. И рассматриваем, как эти общие принципы могут быть применимы в конкретной сфере деятельности. По сути, тот же начальник цеха, это тот же менеджер. Да, управление персоналом. Совершенно верно. Мы его называем менеджером, хотя в качестве синонима к этому зарубежному слову, слово англоязычного происхождения, мы можем использовать в качестве синонима, например, руководитель, управляющий. Вообще, директор предприятия, это менеджер высшего звена управления, его заместитель, начальник структурного подразделения. Неважно, будь то коммерческая служба или производственное управление, или отдел управления персоналом, это также менеджер. Специалисты в каких направлениях вы готовите на кафедре? Что касается направления подготовки, то прежде всего хотелось бы сказать о том, что сейчас принята двухуровневая и даже трехуровневая, я бы сказал, система подготовки выпускников. Это бакалавриат, специалитет и магистратура. Если нас слушают учащиеся, родители, то, возможно, возникнет вопрос, чем же отличается, например, бакалавриат от магистратуры. Если говорить просто, то обучение по магистрским программам позволяет решать выпускникам какие-то нетривиальные задачи, задачи инновационного характера, с которыми современные руководители в своей текущей профессиональной деятельности все чаще сталкиваются. Что касается программ подготовки образовательно-квалификационного уровня бакалавриат, то мы готовим студентов по направлению подготовки менеджмента, профиль менеджмента организаций. Помимо этого, в прошлом году мы впервые набрали специалистов по экономической безопасности, то есть специалитет экономическая безопасность, специализация экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. И, наконец, есть целый ряд магистрских программ, о которых вам расскажет Валентина Дмитриевна. Да, я хотела добавить несколько слов о магистрских программах, которые существуют на кафедре. Они организованы были еще с 90-х годов. И практически, что интересно отметить, что характер этих программ, так сказать, профиль, направление, они соответствовали историческому процессу развития как ЛНР, так и кафедре, так и общества. Ну, например, когда в 90-х годах актуально был процесс перехода к рыночной экономике, то там были магистрские программы, связанные просто с администрированием, бизнес-администрированием, менеджмент администрированием и менеджмент внешнеэкономической деятельности. В то время, когда вот уже стала развиваться республика, и рыночные отношения, в общем-то, более-менее стали понятны, как их использовать, то уже начались процессы несколько другого плана. Управление, управление этим процессом, управление. И тогда магистрские направления тоже изменились. Ну, например, сегодня у нас на кафедре существует три магистрских программы. Это менеджмент, организация и администрирование. На первый взгляд скажется, что и там администрирование, и здесь администрирование. Но тут уже вот эта магистрская программа, она уже спустилась, как говорится, на уровень ближе к предприятию. То есть более конкретно, как это все, как механизм внедрения, как использование и так далее. Дальше. Есть у нас магистрская программа управления учебными заведениями. Да, как специфическая. Да, очень специфическая, очень интересная. Дело в том, что в нашей республике около 30 учебных заведений среднего и высшего образования. Поэтому очень важно, чтобы там тоже правильно строилось, и изменения происходили в процессе управления по ходу изменения вообще из запросов общества. Еще одна магистрская программа – это управление системой экономической безопасности. Вот, кстати, экономическая безопасность. Раньше вроде как менеджмент организации так и называлась, кафедра, да? Да. А теперь вот экономическая безопасность, что это такое? Да, но экономическая безопасность стала настолько актуальна, поскольку вот такое время бытия предприятий в системе неопределенности, сложности, постоянно меняющейся законодательной базы и, может быть, маловероятностные перспективы, во всяком случае, вот до недавних времен были, они потребовали специальных знаний в этой области. И у нас аспект экономической безопасности, конечно, и причем набор студентов и на специалитет, и на магистрскую программу всегда выше, чем на все другие направления. Те считаются более-менее, им кажется, во всяком случае, что это традиционный, уже более-менее известный, а безопасность, конечно, она более притягательная, особенно для мальчиков. В этом плане у нас набор в этом году как никогда большой. За время, вот скажем, с 90-х годов мы подготовили достаточно много магистрантов. Ну, где-то мы считаем, что это 500 с лишним человек, выпускников магистратуры. И в этом году особенно хороший набор, мы набрали более 55 только человек, только магистров. Из них где-то половина это прибыли люди из освободившейся территории, которым институт и руководство учебными заведениями предоставило такие льготы. Мы бесплатно, безусловно, что активизировали этот процесс, и мы надеемся, что мы можем много что важного им дать в этом направлении. Ну и что по магистратуре можно еще сказать, что у нас, значит, выпускники, магистры, они на протяжении всех последних, не всех, а где-то с 15-го года, 15-го года, они получили российские дипломы. Это где-то около 60 человек. Около 60 человек. И мы сотрудничаем. Это благодаря тому, что вуз и кафедра, в первую очередь, сотрудничают с такими перспективными учебными заведениями, передовыми. Это Белгородский университет, это в Воронеже, там, в Ростове и так далее. Делали они это охотно, хотя это всегда было несколько труднее, чем защищаться у себя дома. Но, как видите, вот эта перспектива вхождения в Российскую Федерацию и желание иметь, так сказать, стопроцентный российский вот этот... Уверенность. Да, уверенность, и вот в этом она всегда преобладала. Ну, кстати, сейчас в Республике проходит конкурс лидеровозрождения. Я думаю, вот как раз люди с управленческим образованием, если они еще имеют опыт хотя бы пару лет, я думаю, они могут, скажем так, иметь высокие шансы на победу в этом конкурсе. И действительно такой стремительный скачок в карьере. Да, да, совершенно верно. Мы в большинстве с вами были уже зарегистрированы для участия в этом конкурсе. Студенты активно к этому отнеслись. Если кто мало что понимал, мы им рассказывали, как это важно, как перспективно получить хорошую работу. И главное, отдать свои знания вот в копилку, так сказать, возрождения нашей республики. Восстановление ее социально-экономического уровня и все прочее. И даже нужно сказать, что у нас поступил на первый курс, да, Максим Николаевич, Бондарь его фамилия, Даниил. Да, есть студент. Да, студент такой. Бондаренко Даниил. Да, который уже прошел один тур. На первом курсе? Да. Уже прошел? Да, да. Молодец. И он уже поехал в Воронеж, там процедура этого процесса продолжается, чему мы очень рады, и чему, конечно, прямо или косвенно преподавательский состав кафедры, конечно, способствовал этому. И я тоже с такой вот, знаете, с большим удовлетворением восприняла сам процесс привлечения молодежи к преобразованию того, что происходит и будет происходить в нашей республике с помощью Российской Федерации. Это и воспитание, это и привитие навыков чисто таких вот производственных, деловых, это активизация интересов школьников, простите, наших студентов, в первую очередь, конечно, магистрантов. Ну и, конечно, это элемент патриотизма, потому что ты строишь свою родину, свое, так сказать, место жительства, ты участвуешь в этом, и там ты будешь активно это потом отстаивать, преобразовать, это безусловно. Вот с точки зрения магистратуры, я думаю, что у нее большие перспективы, хотя сейчас обсуждается вопрос активно перехода на вернуться к прежней системе пятилетнего сферы обучения. Но я думаю, что здесь в основном, может быть, так сказать, преобладает чисто, может быть... Временной, наверное, фактор просто. Да, фактор такой... Ну, хотя, знаете, врачей, тех же самых хирургов, которые 9 лет учатся, их это не смущает. Да, вот именно, вот именно, потому что здесь в основном практическая деятельность у них, практическая деятельность. Кстати, последние 8 лет все-таки республика развивалась самостоятельно. Да, конечно, в чем-то мы с Россией как-то контактировали, что-то было схожее, что-то расхожее. Но один вопрос, ну, тут, что наших ребят вряд ли касался, но касается экономической безопасности, это инвестиционные риски. Будет ли изменения какие-то, либо преподаются ли уже сейчас? Потому что это инвестиционные риски. Это касается, скажем, не знаю, управляющих различными целевыми фондами, которые эти фонды нужно как-то все-таки наполнять постепенно. И в этом плане инвестиции, это очень важный момент, мне кажется. Да, да, да. Вот я только скажу, что у нас активно мы к этому относимся, знаем, как-то нужно, сложно поиск этих источников и процесс организации. Даже сейчас вот в России обсуждался активно вопрос принятия государственного бюджета, и там тоже большие разногласия в этом плане. Зарубежные источники, иссякает эта дорога, где что, какие собственные источники. Это не просто, а в нашей республике тем более. И у нас давно уже тематика даже дипломных работ, магистерских работ связана с этим. Вот Максим Николаевич может даже подробнее об этом сказать. У него есть, по-моему, ваша даже перспективная диссертация этому посвящена, если я не ошибаюсь. Если вы не поменяли название ее. Ну, не совсем. На самом деле экономическая безопасность понятия достаточно широкая. И, как ни странно, но инвестиционная безопасность является одной из составляющих такого понятия, как экономическая безопасность государства. Что касается тех учебных планов, по которым наши студенты учатся на нашей кафедре, то целый ряд дисциплин как раз-таки и посвящен, скажем так, формированию тех теоретических знаний и практических навыков, которые позволят нашим будущим выпускникам принимать взвешенные инвестиционные решения. Это, в частности, такие дисциплины, как инвестиционный менеджмент, как менеджмент финансовой деятельности, управление рисками и антикризисное управление. Что касается инвестиционной безопасности, то, конечно, это, наверное, основа экономической безопасности государства, экономической безопасности региона. Сегодня, насколько мне известно, в республике уже реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов. И, естественно, и менеджер, который управляет инвестиционными проектами, и специалист по экономической безопасности, они, конечно, должны уметь взвешивать те риски, с которыми сопряжена деятельность, касающаяся инвестиционных решений, принятия инвестиционных решений. Здесь риски могут быть самыми различными. Это, например, и срыв по срокам проекта, и срыв по ресурсам. Естественно, для этого необходимо организовывать благоприятствующую инвестиционную инфраструктуру. То есть необходимо принимать решения о формировании целевых фондов, о формировании источников инвестиционных ресурсов, благодаря которым, собственно, мы и сможем обеспечить поступательное развитие экономики республики. И мы стараемся учить этому наших студентов. Что касается фондового рынка, он для нас совершенно будет новым. Ну да. Потому что Луганская Народная Республика в биржевых торгах не участвовала, и акции ни одно из наших предприятий не выпускало. Но, я думаю, с нашим вливанием в состав Российской Федерации у нас могут подобные вещи появиться, и будут ли просто ребят тоже и подобным вещам обучать? Да, конечно. Более того, Валентина Дмитриевна у нас преподает курс корпоративного управления, то есть управления в том числе и акционерным капиталом. И ребята принимают, по крайней мере, учатся принимать такие решения, пусть даже и на примере каких-то конкретных случаев. Но, возможно, в будущем их профессиональная деятельность непосредственно будет связана с работой на фондовых биржах. Почему бы и нет? Да, действительно. Что касается выпускников, где они сегодня работают, ваши выпускники? И вот здесь, в республике, кого мы могли узнать? Ну, что касается перспектив трудоустройства наших выпускников, то за годы своего существования кафедра подготовило несколько тысяч управленцев, которые нашли себя в самых разных сферах деятельности. Это и сфера государственного управления, и корпоративный сектор. Многие нашли себя в предпринимательской деятельности, то есть обладая таким вот предпринимательским порывом, многие студенты пробовали себя в качестве частных предпринимателей, и многие до сих пор этим занимаются, успешно развивая свой бизнес. Ну и занимают должности, руководящие должности в государственных учреждениях, в органах государственного управления, местного самоуправления и в коммерческих организациях. Конечно, не все становятся директорами, но многие занимают должности заместителей директоров, возглавляют структурные подразделения, работая в коммерческих службах, производственных службах, кадровых службах. То есть в зависимости от, скажем так, тех интересов, которыми ребята руководствуются. Ну, правильно сказали, что касается частного предпринимательства, малого бизнеса, возможно, даже среднего бизнеса, сейчас с вливанием в Россию, уверен, появится гораздо больше возможностей. А когда закончится специальная военная операция, то, собственно, кроме как жить, развиваться, ничего и не останется. Да, да, да. И подобные знания нужны не только, если ты хочешь устроиться и работать где-то директором, но и даже если ты хочешь работать на себя, тебе, в принципе, нужно знать и устройство рынка, и, опять же, те же самые инвестиции, о которых мы только что говорили, мы не говорим о миллиардных инвестициях. Он как Илон Маск Твиттер купил. Мы говорим хотя бы, там, не знаю, миллион рублей вложить в собственное дело, купить нужный товар и занять нужную нишу на рынке для того, чтобы твой бизнес не прогорел. Опять же, многие говорят о том, что 98% стартапов слетают сразу же, 2% в течение полугода и выживают только единицы. Поэтому действительно очень важно обладать необходимыми знаниями для того, чтобы не прогореть на ровном месте. Да, учиться на собственном опыте, как показывает предпринимательская практика, это слишком дорого. Да, это дорого. Лучше вложить несколько лет времени и какие-то деньги в свое обучение, чтобы потом спокойно начать свое дело. Я хотела еще добавить по поводу трудоустройства. Ну, до сих пор, конечно, тут были некоторые проблемы. Ну, это понятно, что разрушенные предприятия, экономика еще недостаточно высока. И понимаете, вот в чем дело? И эта часть и сложилась как в Российской Федерации, в общем-то, по несколько другим причинам, так, а у нас, тем более, диспропорция между необходимым обществу и существующих в настоящее время специалистов, которые способны были бы эффективно работать в условиях инновационной экономики. Потому что может быть много выпускников, и предприятия имеют потребности, но их потребность не удовлетворяется. В силу того, что, скажем, сегодня вот программа и все эти концепции социально-экономического развития как Российской Федерации, так и нашей республики, они нацеливают на качество, новое качество образования и подготовку выпускников с новыми компетенциями, навыками, которые способны были бы удовлетворить потребности предприятия, которые уже переходят, не все, конечно, но уже достаточно высокий объем, на новый технологический уровень. Вот тут возникает, конечно, на сегодняшний день проблема. Вот по исследованиям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института, вот казалось бы, что на первый план сегодня вот инновационная экономика, вот цифровизация и так далее, это выдвигают требования новые к техническим специалистам, ничего подобного. По их рассчетам этого института, кстати, где-то 30%, 30%, которые стоят в качестве барьера вот этого процесса, продвижения эффективного, как раз относятся к недостаточной кадровой подготовке и старым формам управления, как вообще в стране, так и бизнес-центров. Организация труда, это тут обязательно нужно. Поэтому вот я еще могу чуть позже, чтобы, может быть, Максим Качкач, у нас премиум заканчивается уже, к сожалению. Да, ну, закончите мысль. Новые проблемы возникают, ведь цифровизация, инновационные способы, они приводят к изменению потребностей на рынке. Час специальностей и профессии уходит, а появляются новые. И отсюда вот это новое качество образования. Мы должны по-новому подходить и учить их совершенно по-новому. Что мы стараемся делать. Чтобы они могли не только усваивать знания, но и были обучаемыми. И могли обучаться. Хотелось бы с вами еще поговорить по кризисному менеджменту, но вот времени подходит у нас уже нет, к сожалению. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Напомню, нашими гостями были Максим Рубанов, старший преподаватель кафедры менеджмента и экономической безопасности Далевского университета, а также Валентина Дмитриевна Гордиенко, доцент, кандидат экономических наук, кафедры менеджмента и экономической безопасности Далевского университета, моего родного. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Мы уходим на небольшую информационную паузу и продолжим наше обещание.